Я описал когда-то очень грустное явление, теоретически. Я сказал, что по определенным причинам в России начнется регресс, деградация. И эта деградация имеет параметры. Я писал параметры. Но я никогда не думал, что она дойдет до того, что я читаю. На меня смотрят варвары, папуасы. Какой-то гомодрил говорит слово Маркс, при этом он дергает себя за какие-то места, рычит. Ну там, побрей обезьяну, одень ее в какую-нибудь красную футболку и пусти ее рассуждать о Марксе. Она ничего не понимает. Это высокоорганизованный человек Маркс. Это высококультурные тексты. Там невозможно так. Что такое дух для материалиста? Что такое дух? Дух – это созидательная сила. Это способность в процессе деятельности менять мир. То есть творческая деятельность. Творческая. Родовая сущность – это, по-видимому, тоже. Это способность преобразовывать все. Вот это творчески. Ни у кого, кроме человека, ее нет. Вот когда вы, так сказать, в акте волевом и целевом меняете мир и все прочее – это дух. Если вы просто производите – это не дух. Значит, соответственно, вопрос заключается в том, что отчуждение от труда, как бы, означает, что в этом труде, значит, перестает присутствовать родовая сущность. Это вымороченность труда. Он теряет свойства, ну, вот это творческие, созидательные свойства. Он превращается в автомат. Как только он превращается в автомат, все. Ну, и в конечном итоге вы никогда не можете снять со счета, это вы мне поверьте. Ни один марксист, ну, кроме гамадрилов, не скажет вам, что, так сказать, корень отчуждения находится не в разделении труда. Ну, это классическое марксистское определение. Корень отчуждения – это разделение труда. Значит, пока вы не преодолеете разделение труда, вы не можете снять отчуждение. Значит, тогда вопрос не только в том, чтобы продукты труда делились определенным образом, а снять разделение труда, создать синтез на месте расчленения всего этого дела. Ну, это же главная задача Маркса. Я говорю, ну, это, понимаете, вот создать какой-то, ну, хоть какой-то ковчег, понимаете, где люди не упиваются тем, что они превращаются в гамадрилов. Они, может, уже обросли шерстью, но им не нравится, да, и думают, как бы этого избавиться. А это все время гамадрилизация, понимаете, всего. Если человек говорит вам, что корень отчуждения не в разделении труда, он не марксист. Он имеет право быть не марксистом. Но только он не имеет право говорить, что он марксист, а корень отчуждения не в разделении труда. Разделение труда. Значит, представляете, что нужно, значит, тогда для Маркса, чтобы преодолеть. Это же сумасшедшая вещь, да? Это значит, снова надо создать... И начинается гармонический человек, ренессансный человек, так сказать, синтез, Богданов. А дальше возникает простой вопрос. Если вы разделили труд на управление и деятельность, да, и вычленили сферу управления, вы уже создали сферу господства. Потому что противоречия между трудом и капиталом превращаются в противоречия между трудом и управлением. А как только возникает такое управление, то функция управления хочет восстановить капитал. Что и произошло. У вас есть управленческий класс? Все, этот управленческий класс будет восстанавливать себя до капиталиста. Это и произошло. А что говорилось? Нет, мы не должны делать. Но как говорилось? Ленин просто бесился и писал там, как нам реорганизовать рабкрин, там, и все остальное. Против огустреления профсоюзов и все прочее, да? А, так сказать, ну, Богданов говорил, что вот это новое общество, в котором единая наука, это тектология организационная, она будет передана рабочим и всем, и каждый рабочий будет управленцем. А Ленин говорил, каждая кухарка, говорит, это неправильно совершенно, должна управлять государством. Каждая кухарка должна научиться управлять государством. Управлять. Уже я говорю проголосовать. Каждая кухарка должна научиться управлять государством. Должно быть снято отчуждение от процесса управления. Люди должны понять, что это такое.